Это программа о тех, кто принимает решения в Ненинском автономном округе на законодательном уровне. В студии телеканала «Север» Ольга Руслова. Здравствуйте. В эфире очередной выпуск информационной программы «Законодатели» в этом выпуске. Председатель собрания депутатов Ненинского округа Александр Лутовинов и его заместитель Матвей Чупров приняли участие в мероприятиях в рамках Северного форума по устойчивому развитию при Государственном собрании Ильтумен. Депутат Государственной думы от Ненинского округа Сергей Коткин намерен внести поправки в закон о компенсации проезда к месту отдыха пенсионерам-северянам. Государственная дума Российской Федерации собирается рассмотреть в октябре сразу с трех чтениях законопроект о компенсации проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам-северянам, чтобы с 1 января 2021 года он вступил в действие. Внесли вклад в озеленение Нарьинмара. Сотрудники аппарата собрания депутатов Ненинского округа высадили деревья в парке Юбилейный. Молодые саженцы рябины теперь будут радовать горожан на аллее, которая была заложена в районе городского парка в прошлом году. Председатель собрания депутатов Ненинского округа Александр Лутовинов и его заместитель Матвей Чупров приняли участие в мероприятиях в рамках Северного форума по устойчивому развитию при Государственном собрании Ильтумен Республики Саха-Якутия. В мероприятии принимали участие депутаты представительных органов республики, представители органов исполнительной власти и общественности. Заседание проходило в режиме ВКС. В рамках Северного форума по устойчивому развитию в Ильтумене 28 сентября состоялось заседание Ассамблеи депутатов представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия при Государственном собрании Ильтумен. Человек в Арктике. Повышение качества жизни и развитие традиционных отраслей коренных малочисленных народов Севера. В работе Ассамблеи приняли участие депутаты Государственной думы Совета Федерации, представители стран Арктического международного совета Норвегии, США, Канады, Финляндии. Представители законодательных органов восьми субъектов страны. Старейшины – лидеры общественных организаций. 56 членов Ассамблеи. Около 100 приглашенных из 10 регионов и 5 стран. Оно проходит именно в формате, в котором участвуют депутаты. Здесь участвуют и члены Совета Федерации, и Государственные думы, непосредственно депутаты законодательных собраний Арктических регионов, депутаты законодательного собрания Якутии. В своих докладах парламентарии озвучивали различные предложения, касающиеся улучшения качества жизни коренных малочисленных народов Севера. В частности, прозвучали предложения, которые необходимо закрепить в действующем федеральном законодательстве по отношению к хозяйствующим субъектам, приходящим на Север и в Арктику для того, чтобы извлекать для себя прибыль. Также речь шла о нормативной правовой базе по развитию Арктики. Затронули и тему арктической модели здравоохранения. Для того, чтобы сделать поддержку со стороны государства на всех уровнях власти, для людей, которые проживают на Крайнем Севере, более устойчивой, чтобы действительно решались те вопросы, которые нужны людям. В разных совершенно аспектах это связано и с развитием социальной сферы, и с повышением доходов северян, с развитием медицины, здравоохранения, образования. Докладчики отметили, что в настоящее время необходимо решить глобальную задачу повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера, что особенно актуально в условиях изменяющегося мира, когда в результате деятельности крупных промышленных игроков возникают нарушения естественной среды их обитания. Ассамблея коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия при Государственном собрании создана в июле 2018 года. Является постоянно действующим совещательным органом. Основной формой работы являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Данное заседание состоялось в рамках Северного форума по устойчивому развитию, проходящего в Якутске с 27 по 30 сентября. Члены Ассамблеи готовят предложения по совершенствованию государственного регулирования в области обеспечения социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера, а также механизмов обеспечения защиты прав и законных интересов малочисленных народов. 29 сентября состоялась парламентская сессия «Правовые аспекты жизнеобеспечения и устойчивого развития северных и арктических территорий». Мероприятие проходило в рамках Северного форума по устойчивому развитию. Организатором мероприятия в рамках форума выступило Государственное собрание Республики Саха-Якутия. Участие в работе сессии, которая проходила в режиме видеоконференц-связи, принял и выступил с докладом председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов. Спикер регионального парламента Александр Лутовинов остановился на трех актуальных для северных территорий вопросах, касающихся инфраструктурного развития и требующих скорейшего решения на федеральном уровне. У каждой территории есть свои особенности. Есть они и у нас. Нам надо решать свои экономические, социальные проблемы, инфраструктурные. И поэтому мы тоже выразили желание принять участие в работе данного форума, доложить свои проблемы, пригласить к решению этих проблем в рамках общего взаимодействия, то, что у нас уже практикуется. Я считаю, что вот эта работа, это участие и сегодняшнее наше выступление, оно как раз явится прологом к тому, чтобы мы поступательно, методично решали те проблемы, которые волнуют жителей Нейско-автономного круга. Первая инициатива связана с особенностями обращения с твердыми коммунальными отходами в Арктике. Как пояснил Александр Лутовинов, сегодня федеральный закон об отходах производства и потребления не устанавливает никаких особенностей его реализации на арктических территориях, в труднодоступных и удаленных местностях, не имеющих связи с сетью автодорог в целом. Я хотел бы остановиться сегодня только на трех вопросах, которые требуют скорейшего решения на федеральном уровне. Первый вопрос – это установление особенностей обращения с твердыми коммунальными отходами в Арктике. Сегодня федеральный закон об отходах производства и потребления не устанавливает никаких особенностей его реализации на арктических территориях, в труднодоступных и удаленных местностях, не имеющих связи с сетью автодорог. Это привело к тому, что у нас в округе тариф регионального оператора по обращению с отходами для потребителей, не относящихся к населению в сельских населенных пунктах округа, составил 102 тысячи рублей за тонну при вывозе отходов речным транспортом и 254 тысячи рублей за тонну при вывозе ее моря. Мы понимаем, что это очень большая цифра, мало кто из работающих на селе организаций способен ее осилить. На наш взгляд, эти тарифы могут быть снижены. Это возможно при увеличении срока накопления отходов в таких населенных пунктах и при условии оснащения всех мест накопления отходов пригодным для работы в условиях Арктики автономным оборудованием по сортировке, спрессовке отходов и их дальнейшей утилизации. Согласно Федерального закона об отходах производства и потребления, мы обязаны вывозить отходы, собранные в населенных пунктах, один раз в 11 месяцев. Такой подход, на наш взгляд, не ориентирован на навигационные периоды Крайнего Севера, дает сдвиг на один месяц ежегодно. Наше предложение сделать вывоз не раз в 11 месяцев, а хотя бы один раз в год, так как мы зависим от навигации. Также предлагаем дать Арктике возможность не применять систему регоператоров до 2025 года. За это время можно было бы подготовить инфраструктуру в поселениях, пересмотреть нормативы накопления, утвердить тарифы с учетом того, что основная часть мусора будет обрабатываться и утилизироваться на местах. Следующая инициатива, которую депутатский корпус озвучивает уже не первый год, внесение изменений в федеральный закон о госзакупках. Мы направили в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики предложение об изменении федерального закона номер 44 ФЗ. Считаем необходимым разрешить в Арктике заключать госконтракты в сфере ЖКХ, строительство, содержание дорог с единственным поставщиком, либо исполнять такие задачи в плановом режиме государственным и муниципальным предприятиям. Такая практика была. Раньше мы стабильно достигали своих задач, управляли этими процессами. Все мы сталкиваемся с проблемой проведения торгов в отдаленных и труднодоступных поселениях и понимаем, что конкуренция в Арктике на небольших объектах практически отсутствует. Часто нет конкуренции и на крупных объектах. Сложно организовать участие в таких торгах даже одного исполнителя. А за каждыми несостоявшимися торгами стоят проекты, которые остаются планами, не реализуются, не обеспечивают рост экономики и, самое главное, не создают новые рабочие места. Надеемся на положительное решение и этой проблемы. И третье предложение касается внесения изменений в бюджетный кодекс в части субсидирования подакцизных товаров из бюджетов субъектов. Речь идет о горюче-смазочных материалах. Для отдаленных поселений такой закон сегодня нам не позволяет давать такие субсидии, что было прежде. Цена бензина в этом году в селах округа у нас составляет 90-105 рублей, что дорого, разумеется, для сельчан. В прошлом году цена была еще выше, поднималась до 110 рублей за литр. Проект закона о внесении изменений в бюджетный кодекс нами подготовлен. В ближайшее время мы планируем его обсуждение в рамках Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Данный вопрос мы поднимали и когда были дни НАУ в Совете Федерации. Поэтому мы надеемся на поддержку этого законопроекта. Комментируя итоги заседания, Александр Лутовинов отметил, что программа форума насыщенная. Обсуждаются глобальные вопросы, связанные с развитием северных территорий, с качеством жизни людей на севере и развитием северного морского пути. Депутат Государственной Думы от Ненецкого округа Сергей Коткин намерен внести поправки в закон о компенсации проезда к месту отдыха пенсионерам-северянам. Государственная Дума Российской Федерации собирается рассмотреть в октябре сразу в трех чтениях законопроекта о компенсации проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам-северянам, чтобы с 1 января 2021 года он вступил в действие. Поправка в части уточнения категории пенсионеров, имеющих право на безусловную компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, вносится в статью 34 Закона Российской Федерации о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Данная инициатива правительством была поддержана, и мы надеемся, что уже в октябре месяце на пленарном заседании она будет принята в трех чтениях. Кроме того, в ходе обсуждения вот этой проблемы на комитете, на комитете мы подняли проблемы, которые волнуют наших жителей. Прежде всего, это проезд к месту отдыха и обратно пенсионеров один раз в два года легковым личным транспортом. И второе, это проезд пенсионеров не только оплачивать бы нужно до границы, а по территории Белоруссии, поскольку Белоруссия является нашим союзным государством, да и цены там немного понижены, санаторно-курортное лечение и прочее. Поэтому мы сейчас подготовили поправки, между первым чтением их внесем. Если нет никаких сомнений, что мы примем проезд неработающих пенсионеров вместо отдыха и обратно в обязательном порядке, то вот по этим поправкам понятно, что нам будут предъявлены ряд вопросов с точки зрения финансо-экономического обоснования и другие моменты. Если эти поправки не будут приняты, наряду с рассмотрением основного закона, то мы все равно будем их добивать. С тем, чтобы защитить права северян, чтобы они могли полноценно использовать ту норму федерального закона, которая предусматривает оплату проезда к месту отдыха и обратно. Еще одна поправка, которую планирует предложить Сергей Коткин, касается включения в перечень видов транспорта, проезд на котором к месту отдыха подлежит компенсации личных автомобилей. Сегодня стоимость проезда на этом виде транспорта пенсионерам не компенсируется. Сенатор Совета Федерации от Нянинского округа Римма Галушина приняла участие в седьмом форуме регионов России и Белоруссии. В этом году его темой стало историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Белоруссии и России. Проведение всех совещаний и круглых столов организовано в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. Вместе с коллегами из Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Римма Галушина приняла участие в заседании тематической секции под названием «Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Основы воспитания патриотизма и гражданской ответственности». Конечно, все поддержали правительство документации, но выступают сильные свои предложения. Они касаются именно божественного сотрудничества и совместной реализации по гражданско-патриотическому, военно-патриотическому воспитанию, поисковой и исследовательской работе. Нельзя было оставить для внимания вопросы сохранения исторической памяти очень яркими предусмотрениями журналистов о нескончаемых вредных потоках и о необходимости использования различных технологий с целью открытой трансляции исторической правды. Оказалось бы, уже все слова сказаны на всех страшных событиях военных лет, однако и по сегодняшний день мы открываем для себя все новые фазы, новые примеры бесполезного польза советских солдат. И, конечно, главная задача, которая стоит перед нами, это нести историческую правду, не допустить его пересмотра и искажения фактов. Работа секции была нацелена на то, чтобы открыть новые страницы совместной истории и послужить устранению белых пятен в историографии Второй мировой и Великой Отечественной войн, а также патриотическому воспитанию молодого поколения. Вопросы реализации национального проекта здравоохранения в Ненецком округе рассмотрели региональные парламентарии на заседании постоянной комиссии собраний депутатов округа по социальной политике. Депутат Анна Булатова прокомментировала наиболее важные аспекты, которые обсуждались на заседании. Вопросы здравоохранения в Ненецком округе актуальны как никогда. Они охватывают не только непосредственно лечение граждан, качество предоставления медицинских услуг, но и инфраструктурные – строительство объектов здравоохранения как в городе, так и на селе. Среди проблемных вопросов есть такие, которые удается решить легко, но другие бывают сложно сдвинуть с мертвой точки. Так, например, вопрос о выполнении решения постоянной комиссии о лекарственной обеспеченности структурных подразделений Ненецкой фармации поднимаем уже третий раз. И сегодня ответ пришел, опять же, абстрактный, когда четко был поставлен вопрос о том, чтобы нам предоставили согласно проработать вопрос организационно-правовой формы, потому что именно рассмотрение вопроса организационно-правовой формы сможет решить вопрос обеспечения лекарствами аптек на селе. Анна Булатова отметила, что в регионе в рамках национального проекта здравоохранения успешно реализуется проект «Земский доктор». С начала года в Ненецкую окружную больницу, согласно этой программе, приехало три врача. Студенты-медики, заключившие договоры с департаментом здравоохранения, на целевое обучение получают все положенные выплаты. Им компенсируют затраты на дорогу к месту учебы. Еще один вопрос, который находит поддержку в Ненецком округе, строительство и ремонт фапов на селе. Мы знаем, что детская поликлиника у нас перенесена в здание диагностического корпуса, что вызывает массу вопросов у родителей и у жителей округа. Этот вопрос, возможно, бы и не поднимался, если бы мы строили инфекционное отделение. И сегодня тот проект, который пытаются сделать, он не подходит, то есть он не удовлетворяет требованиям, поэтому вопрос опять завис в воздухе. Мы рассчитывали, что в ближайшее время, хотя бы в 2022 году, мы увидим хоть что-то. Мы увидим, если даже не проект, то мы увидим строящиеся здания. Но, как выясняется сегодня, опять же, инфекционное отделение мы в ближайшее время не увидим. Регулярно население региона жаловалось на сложности с получением стоматологической помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день продолжается у нас практика предоставления медицинских стоматологических услуг по ОФОМСу. Более 40 жителей буквально в ближайшее время смогли получить эту услугу благодаря ООО «Фёдоров». Несмотря на положительную динамику, депутаты обеспокоены. Некоторые их обращения не находят поддержки в департаменте здравоохранения. Конкретно поставленные вопросы так и остаются без ответов. Увеличить финансирование авиарейсов внутри региона – такое предложение поступило от депутатов окружного собрания. При этом парламентарии рекомендуют снизить субсидии на рейсы в Киров и Сыктывкар в период невысокой нагрузки. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа обсудили сокращение расходов департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на следующий год. Председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова предложила рассмотреть возможность снижения субсидий на рейсы в Киров и Сыктывкар в период невысокой загрузки воздушных судов, увеличив при этом финансирование перелетов внутри округа. По мнению Натальи Кордаковой, затраты бюджетных средств на субсидирование рейсов по направлениям Киров и Сыктывкар в неотпускное время не оправданы, тем более, что на этом фоне сокращается количество рейсов в малые населенные пункты округа, и люди иногда вынуждены ждать своего рейса по несколько дней. Кроме того, при рассмотрении бюджета на следующий год депутаты высказались о сохранении того уровня дотации авиапредприятию, который существует на сегодняшний день, чтобы стоимость билетов на местных авиалиниях не дорожала. Это на самом деле очень важно, потому что сегодня транспортная доступность для многих населенных пунктов в Нейском автономном округе – это один из главнейших вопросов, который, во-первых, позволяет людям решить те вопросы в Наринмаре, если они появляются, съездить в больницу, съездить в гости. Ну, и это единственная транспортная схема, авиационная, которая позволяет людям добраться до Наринмара, ну и потом, если необходимо, лететь уже куда-то дальше и решить вопросы непосредственно в городе. Внесли вклад в озеленение Наринмара сотрудники аппарата собрания депутатов Ненецкого автономного округа, высадили деревья в парке «Юбилейный». Молодые саженцы рябины теперь будут радовать горожан на аллее, которая была заложена в районе городского парка в прошлом году. В мероприятии приняли участие сотрудники аппарата собрания депутатов Ненецкого округа и спикер регионального парламента Александр Лутовинов. Рябиновая аллея в парке «Юбилейном» была заложена в прошлом году к 90-летию Ненецкого округа и 25-летию собраний депутатов. Акция стала доброй традицией в собрании депутатов. Я считаю, что это благое дело. И хорошо, что раньше, где здесь были гонки, пустыри, все прочее, болота. А сегодня мы хотим разбить парк. И каждый год мы этим занимаемся, как и многие жители нашего города. Поэтому мы хотим, чтобы здесь была и маленькая аллея от собраний депутатов Ненецкого автономного округа. В прошлом году на аллее посадили 11 рябин. Все деревья прижились. В этом году аллея пополнится еще десятком саженцев. Сейчас мы хотим посадить тоже десяток деревьев. Мы хотим вот этот маленький участок земли облагородить максимально. Какие деревья? Вот мне нравится рябина. Красный город, красная рябина. Поэтому, мне кажется, это созвучно. Она цветет вот такими всеми цветами, если так сказать, осенними цветами. Всеми цветами радуги замечательно. Поэтому, мне кажется, это очень хорошее и благое дело. И я полагаю, что мы и дальше должны благоустраивать наш любимый город. Надо добавить, что сотрудники аппарата собраний депутатов Ненецкого автономного округа постоянно участвуют в экологических акциях и субботниках. Ненецкий округ принял участие в марафоне открытия образовательных центров «Точка роста». Всего в регионе открыто 4 таких центра. Три на базе городских школ и одна в поселке Индиго. На торжественном открытии в пятой школе побывал депутат собраний депутатов Ненецкого автономного округа Николай Новожилов. Технология, информатика и основы безопасности жизнедеятельности. Изучать эти предметы школьники будут на самом современном оборудовании. Кроме того, учащиеся смогут заниматься в различных кружках, на новых компьютерах, 3D-принтерах, осваивать шлемы виртуальной реальности, проводить турниры по шахматам и управлять квадрокоптерами. Посмотрите, все современное. 3D-принтер. Ну, компьютеры, это для ребят понятно, компьютеры. Но они у нас для другого немножечко, эти компьютеры. Заряжаются квадрокоптеры, программируется робототехника, работают 3D-принтер. То есть это новые технологии для ребят понятные. Не выходя за стены школы, мы понимаем, что дети могут здесь находиться и здесь заниматься в любую переменку. Ведь этот центр, он будет открыт всегда. Восьмиклассник Ролан Казер увлекается квадрокоптерами еще с начальной школы. Сейчас заниматься любимым хобби он может не только дома, но и в своей родной школе. Еще в начальной школе мне родители на день рождения дарили квадрокоптеры и всякие разные вертолетчики на пульте управления. И когда я их запускал, у меня это нравилось. Старшеклассники также успели познакомиться с новым оборудованием для оказания первой медицинской помощи на современных манекенах. Здесь можно проверить пульс у человека, сделать массаж сердца и также легких. Для помещения точек роста в общеобразовательной организации выделено два кабинета. Ремонт в классах был профинансирован компанией «Лукоил Севернефтегаз» в рамках соглашения с окружной администрацией. Мы здесь в этом округе присутствуем. Здесь живут наши дети, здесь живут наши сотрудники. Очень большое количество людей, которые пользуются всеми благами города. Поэтому мы просто обязаны, чтобы наши дети развивались, учились в хороших условиях, в лучших школах. Точки роста уже открылись в четырех окружных школах. Главной задачей центров является обеспечение доступа детей к качественным образовательным программам вне зависимости от места их проживания, а также развитие школ в малых городах и сельской местности. Точка роста – это новый взгляд на образовательный процесс. Это прекрасная возможность для учеников раскрыть свои способности не только в рамках школьной программы, но и во внеурочной деятельности. Это возможность пообщаться со сверстниками, принять участие в интересных творческих проектах. Точка роста – это инновационный подход, и мы надеемся, что это будущее нашего современного образования. Центры точек роста создаются на базе школ в рамках федерального проекта «Современная школа национального проекта образования». 7 октября в региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева начинаются приемы граждан по личным вопросам. График приемов депутатов всех фракций представлен на сайте собрания депутатов в разделе «Обратная связь». График приема депутатов членов фракции «Единая Россия». 7 октября – заместитель председателя собрания депутатов Ненецкого автономного округа Матвей Михайлович Упров. 14 октября – депутат собрания депутатов Ненецкого автономного округа Анна Анатольевна Булатова. 21 октября – депутат собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Павлович Чурсанов. 28 октября – депутат собрания депутатов Ненецкого автономного округа Андрей Анатольевич Попов. Ненецкое окружное отделение КПРФ проводит прием граждан каждую субботу. Региональное отделение в Ненецком автономном округе политической партии «Справедливая Россия» проводит прием граждан каждый четверг. Подробную информацию можно получить на сайте собрания депутатов Ненецкого автономного округа в разделе «Обратная связь». Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в четверг, 8 октября, на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok